Девушки отдыхают Он, образно говоря, взял меня за руку и вывел в Москве на большую сцену. Поэтому он для меня самый светлый, самый потрясающий, не говоря это по-человечески, не говоря уже о том, что это совершенно необыкновенный композитор, потрясающий мелодист. Это все профи, а он потрясающий человек. Я его безумно люблю. И мне безумно приятно, когда я до сих пор слышу его слова обо мне. Я их, наверное, не заслужила, но он их говорит. И если в этом есть доля, действительно, моей заслуги, доля моей жизни вложенная в жизнь этого человека, я просто счастлива. Я счастлива. И, дорогой Скорб Борисович, самая искренняя моя любовь, самая искренняя благодарность к вам. И я хочу, чтобы еще очень много лет, очень много лет. Я знаю такой секрет, что сегодня мы не будем называть число. Сегодня вы мне написали песню. Я надеюсь, что она будет звучать. И чтобы вы еще много-много песен написали нам всем, что на вас надо равняться, учиться. И доброго вам, прежде всего, главное, вам здоровья. А остальное все будет, мы вам поможем. Первый раз мы встретились, когда действительно было вложи, и пришла ко мне, я помню, с каким-то еще певцом. И я прослушал ее, прослушал певца и сказал, Ира, честно говоря, у тебя будет в жизни все в порядке. И действительно, у нее сверх порядок, она очень одаренный человек и так далее. А я знаю, что вы шести лет начали писать музыку. Да, да. Я родился в Одессе. Кстати, вы знаете, когда спрашивают, где я родился, я говорю, в Одессе, улыбаются во всех городах, и даже, я бы сказал, во всех странах. И в Нью-Йорке тоже. Чего-то Одесса всем нравится. Значит, в Одессе я родился на улице Малая Арнаутская. Я мог родиться на Большой Арнаутской, но родился на Малой. А Малая довольно знаменитая улица. И там прошло все мое детство музыкальное. Я в пять лет написал первую пьесу для фортепиано и назвал ее «Осень». Правда, грустная музыка чего-то так меня осенила в пять лет. Успехами сына вы гордитесь так же, как своими? Вы знаете, что я, честно говоря, без ложной скромности, я очень им доволен. Очень доволен. Он играет во всех самых крупных залах мира, дирижирует замечательными оркестрами, ну, преподает в колледже в Нью-Йорке. И вообще, когда он приехал в Америку, его встретили на аэродроме и вручили ему диплом пожизненного профессора университета Нью-Йоркского. Это очень много. Ну, в общем, я им доволен. Уже меня, не Володю, а меня можно включить в книгу Гиннеса, потому что Хрущев, стоя на трибуне Мавзолея, сам, значит, пел. Ну, сказал голоса у меня, нет, но я спою на пыльных тропинках, далеких планет. Останутся ваши следы. Спасибо. Я напомню, что сегодня в гостях у нас был народный артист России Аскар Борисович Фельсман. Завтра у него день рождения. Мы еще раз вас поздравляем. Спасибо большое. Спасибо.